Глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги, рак пищевода относится к наиболее неблагоприятным по течению злокачественного опухоли. Смертность от рака пищевода в течение первого года с момента выявления заболевания достигает в некоторых случаях почти 70%. Болеют чаще, я не буду из-за малого времени подробно останавливаться, болеют чаще мужчины, вы видите место рака пищевода среди всех онкологических заболеваний у мужчин, и реже болеют женщины. Мы знаем, что различные морфологические варианты, аденокарцинома, плоскоклеточный рак, и вот здесь представлены результаты выживаемости больных в зависимости от морфологического принадлежности, видно, как при аденокарциноме, так и при плоскоклеточном раке выживаемость зависит от стадии заболевания. До настоящего времени основным методом лечения больных рака пищевода является хирургическое лечение. Однако больные в тех операбельных ранних стадиях поступают намного меньше, а распространенные процессы не всегда поддаются хирургическому лечению. Это даже в тех клиниках, где виртуозно выполняются данные операции. Попытки улучшить результаты хирургического лечения, применяя лучевую терапию и химиотерапию до операции, не увенчался успехом. Проведение лучевой терапии и химиотерапии послеоперационно не привело к положительным результатам. Единственные надежды появились, вот за последние, начиная с 1996 года, еще со времен результатов Купера и далее, в ближайшее время появилась надежда на химио-лучевую терапию. Появилось очень много выступлений, результатов лечения, где особое место заняла химио-лучевая терапия. Однако проведение химио-лучевой терапии из-за плохой переносимости не используется так часто и вообще не используется в надежде на предоперационную химио-лучевую терапию или в самостоятельном варианте. Ну, как мы говорили, что хирургия основной метод лечения, где химиотерапия играет роль контроля за микрометастазами, а лучевая терапия, проведение лучевой терапии направлено на профилактику местных рецидивов. Значит, химиотерапия и лучевая терапия послеоперационно, как я уже говорил, не привело к улучшению результатов пациентов. И все надежды на проведение химио-лучевой терапии в совместном варианте. Ну, непосредственно в зависимости от распространенности опухоли в слоях стенках пищевода и выбирается метод лечения. Значит, мы видим, что при раке, располагающейся в слизистой оболочке, при стадии Т1А, значит, очень низкий рост отдаленных метастазов, низкий рост узловых метастазов, значит, применяется достаточно в объеме эндоскопической резекции слизистой оболочки без соответствующего большого хирургического вмешательства. И уже при стадии Т1А, когда рак прорастает пищевода в подслизистый слой и глубже, проводится уже исторически стандартом была азофагоктомия. И в настоящий момент это кандидаты как для предоперационной химио-лучевой терапии, так и для самостоятельной химио-лучевой терапии. Значит, исходя из этого, появились рекомендации, где при стадии Т2А0, ну, соответственно, М0, основным методом хирургического вмешательства, проведение химио-лучевого лечения или тримодальной терапии, сочетанно химио-лучевое и хирургическое вмешательство. Уже при стадии Т3-4 и при наличии или отсутствии лимфатических узлов используется химио-лучевое лечение или тримодальная терапия, сочетанно химио-лучевая терапия совместно с хирургическим лечением. При более больших стадиях, в третьей-четвертой стадии, значит, лучевая или химио-лучевая терапия используется с палеоативной целью. Значит, много было исследований на протяжении, начиная с 1996 года до настоящего времени, но я хочу остановиться на одном из центровых исследований, которое в основном определило место данных методов лечения. Это исследование КРОСС, третья фаза исследования, где представлено рандомизированное исследование с сравнением предоперационной химио-лучевой терапии с хирургическим вмешательством. И мы видим, что полученные результаты медиана выросло в продолжительной жизни достоверно. И пятилетие выживаемость выросло с 34 до 47% при химио-лучевом предоперационном лечении. Также данный вариант здесь представлено достоверное преимущество химио-лучевой терапии предоперационной по сравнению с одним хирургическим лечением. В зависимости от барфологии, при аденокарциномии и плоскоклеточном раке также определено преимущество химио-лучевого лечения по сравнению с одним хирургическим лечением. Все достигается за счет откупа у пациента, за счет высокой токсичности, к сожалению. В этом же исследовании оценивалась предоперационная химио-лучевая терапия по сравнению с хирургическим лечением. И видно, что локальные рецидивы, рецидивы в анастомозе, лакореагенальные и дистантные рецидивы встречались чаще при одном хирургическом лечении по сравнению с предоперационной химио-лучевой терапией. Здесь представлено исследование ПЭТ, где предоперационно оценивалась химио-лучевая терапия или химиотерапия при аденокарциномии, желудочно-пищеводном соединении. И получены результаты. При группе пациентов проведена была химиотерапия, с последующей операцией у другой группы проведена химио-лучевая терапия и операции. Что получилось? В группе, как и при плоскоклеточном раке, получено в группе химио-лучевой терапии лакореагральный контроль был выше по сравнению только с химиотерапией. И по лимфатическим узлам тоже было значительно достоверно выше. Пятилетняя выживаемость, как уже говорили, при аденокарциномии была достоверно выше при химио-лучевой терапии предоперационной. Из этого исходят стандарты НССИО. Получено, что показано, что проведение при стадии Т1-Б, Т4, при стадиях возможно проведение химио-лучевой терапии как самостоятельным, не тервикального, не шейного отдела пищевода, значит, грудного отдела пищевода, или самостоятельной химио-лучевой терапии, или эсофагоэктомия. Уже при стадии Т4, как мы говорили, только используется химио-лучевая или лучевая терапия только с палиативной целью для борьбы с дисфагией. Значит, метаанализ эффективности предоперационной химиотерапии не показал стабильную эффективность химиотерапии. Эффективность была, но она была не длительна. И уже при сравнении с метаанализом роли предоперационной химио-лучевой терапии показал более стабильные и положительные результаты представленной химио-лучевой терапии. Что касается объемов облучения. исторически менялось все от АРТОК-8501 до АРТОК-1010, где ранее облучался весь пищевод 30 грей плюс буст 20 грей. Далее в АРТОК-9405 используется отступ от опухоли по длине и 2 см по ширине до края поля. Использовались все методы исследования. И в итоге выявилось, что СТВ равен ГТВ плюс осу 3-4 см по длине и 1 см по ширине в радиальном направлении. И вот рекомендация АРТОК-1010, где ГТВ равен первичной опухоли с избыточно вовлеченными узлами. СТВ равен ГТВ плюс осу 4 см, как я уже говорил, вверх и 1 см по ширине. Расширение вверх и вниз по контуру пищевода и желудка. И также расширение для охвата паразофегальных и чревных лимфоузлов. ПТВ равен СТВ плюс 0,5-0,11 см. Ну, 0,5 см – это в случае, когда пациенту ежедневно выполняется гейтинг. Значит, здесь представлены объемы облучения, о которых я говорил. Вот есть и ПТВ, и СТВ, и НГТВ. Значит, здесь реконструкция, где представлены СТВ, и реконструкция по ПТВ. Значит, несомненно, несомненно, при выборе объема облучения и дозного распределения учитывается ограничение, как везде, как для легкого ограничения сердца, печени и почек. Следует отметить, что большое значение имеет нагрузка на сердце, которая влияет впоследствии на судьбу пациента. Что лучше – EMRT или 3D в сравнении? И при анализе показано, что все-таки при облучении и использовании EMRT дозное распределение более преимущественно по сравнению с 3D-конформным облучением. И выводы напрашиваются. Как только опухоль поражает последствия оболочкой, появляются метастазы в лимфоуслах. Объем облучения СТВ равен ГТВ. Отступ 4 см по длинику и 1 см в радиальном направлении. После применения тримодальной терапии большинство метастазов являются отдаленными. И в ретроспективных анализах показано, что EMRT имеют преимущество перед 3D-облучением. И также при раке пищевода большое значение имеет увеличение дозы в сердце, которое при увеличении понижает выживаемость пациентов данной группы. И хотелось бы представить наши результаты в онкологическом научном центре имени Неблохина. Непосредственные результаты лечения предоперационного лечения пациентов рака пищеводов. Вот 56 пациентов, которые были разделены на две группы. Одной группе проведена химиолучевая терапия предоперационная, другой группе проведено только хирургическое лечение. Значит, несомненно, проводились все необходимые исследования. Буду перечитать. Брохоскопии. И, к счастью, в последнее время мы используем широко ПЭТ-КТ. Значит, лабораторные все тесты проведены. И по группам распределения характеристикого материала показано, что вот в обеих группах примерно преимущество был нижний грудной отдел пищевода. Значит, здесь представлен дизайн. Проводились два курса химиотерапии. И далее проводилась химиолучевая терапия. В суммарной дозе, в разовой дозе 2 ГРЭ. Здесь опечатка небольшая. 42-44 ГРЭ предоперационная. Значит, хочу отметить, что у нас стояла дилемма проводить сразу химиолучевую терапию или проведить все-таки индукционные два курса химиотерапии, а далее проводить химиолучевую терапию. Оказалось, что для нас это было выгодно, потому что у пациентов, у которых была дисфагия, дисфагия уменьшалась. Все пациенты во всех группах лечились без доложения стома. Гастростома. Значит, по протяженности опухоль в обеих группах примерно была одинаковой. И следует от... А, извините, прошу прощения. Токсичность была невыраженная по группам химиолучевой терапии. Третья степень только в единичных случаях. И четвертая не наблюдалась ни одного пациента. И даже та токсичность, которая была, купировалась, и не было необходимости приостанавливать лечение. Ну, характеристика оперативных вмешательств показала, что химиолучевая терапия не повлияла на качество хирургического лечения. Значит, и длительность оперативных вмешательств также и кровопотеря не увеличилась. Значит, при анализе лечебного патоморфоза после исследования послеоперационного материала получено, что у группы предоперационной химиолучевой терапии третья-четвертая степень патоморфоза составляла более 65%. И также вот представлено зависимостью от степени патоморфоза, зависимость от первичной опухоли и в лимфатических лимфоузлах. Хирургические осложнения достоверно были неразличны как в одной, так и в другой группах исследования. И в заключении хотелось сказать, что проведенная индукционная химиотерапия на начальном этапе лечения переносится удовлетворительно и снижает степень выраженности дисфагии, что позволяет пациенту полноценно питаться на протяжении всего периода лечения. Во всех остальных случаях специальной терапии для коррекции побочных эффектов не понадобилось. Применение химиолучевой терапии при плоскоклеточном раке пищевода приводит к достоверному уменьшению глубины и вазии протяженностью первичной опухоли и частоты поражения метастатических региональных лимфоузлов. По результатам гистологического исследования полный лечебный патоморфоз зарегистрирован у более 30% пациентов, а третья степень патоморфоза у более 34% случаев. Предоперационная химиолучевая терапия достоверно повысила возможность выполнения радикальных резекций пищевода. Показатели частоты осложнений и летальности в послеоперационном периоде у больных обеих групп достоверно не различался. Спасибо. Спасибо огромное. Кто бы хотел задать вопросы? Нет вопросов. У меня можно короткий вопрос. Как Вы относитесь к тактике, которая время от времени появляется в докладах и в публикациях нехирургического лечения больных раком пищевода, когда оцениваются промежуточные эффекты, дальше принимается решение о выполнении хирургического лечения или продолжении химиолучевой терапии уже до победного конца? Этот вопрос у нас стоит. Как Вы знаете, что у нас в центре до определенного времени и сейчас хирургическое лечение было на достаточно высоком уровне. и, собственно говоря, у нас аудитория радиотерапевтическая, как мы сейчас называемся. Конечно, у нас были кое-какие проблемы политические, но у нас даже в тех ситуациях мы рассматривали вопрос и продолжали в случаях, когда больные. Там сложный вопрос. Был полный эффект после первого этапа, оценка эффекта. И мы принимали решение проводить до суммарных радикальных доз. Но тут имеет большое значение сроки проведения между первым этапом и вторым этапом. Если, ну, как американцы предлагают в дозе 51,8, они лечат по 1,8 Грей до суммарной 51,8, в Европе это суммарная доза более 56, все зависит от перерыва. Если перерыв больше 3-4 недель, конечно, дозу радикальную нужно вводить до 60 Грей. В зависимости от сроков перерыва между этапами. Спасибо огромное. Если ни у кого больше вопросов нету, то тогда на... О, спасибо. Спасибо большое. Подробный, красивый, докладный. Я так понимаю, что у вас исходно с тяжелыми дисфагиями пациенты не шли, да? Нет, у нас были дисфагии, просто проведение химиотерапии, индукционной. Из-за этого мы проводили. Ну, четвертой степени, естественно, мы не брали, а вторая, третья степень. Мы проводили индукционную химиотерапию, и дисфагия уменьшала. Степень дисфагии... Ну, как правило, химиотерапия тут мало помогает, потому что обычно, наоборот, при тяжелой дисфагии к брахотерапии прибегают для того, чтобы купить. Либо стентирование. Ну, сейчас вопрос касательно стентирования и брахотерапии. Там при брахотерапии имеются жесткие ограничения, не каждому больному можно проводить. И о стентировании мы, в принципе, в свое время, вот, Сергей Иванович, мы с Ткачевым дискутировали, брать больных со стентом и не брать больных со стентом. Я больных таких брал. Брал до поры до времени. Пока я не потерял одного больного, и двух больных еле-еле вывели из такого состояния. Поэтому мы сейчас стараемся больных со стентом не брать на химиотерапию, потому что там было несколько прободений. Ну, проваливались эти стенты. Я честно говорю, хотя за рубежом абсолютных противопоказаний облучения со стентами нигде нет, но уже наш жизненный опыт показал, что в эту зону риска лучше не входить. Ну, то есть, вы все равно, получается, что на двух курсах индукционной химиотерапии дисфагия у вас уменьшалась? Уменьшалась, да. Просто мы не можем получить этих данных, то есть пробуем. Да, дисфагия уменьшалась практически у всех. И что потом вот эти предоперационные курсы спокойно переносили? Они проходили в основном. Ни у одного пациента не было необходимости на наложение гастростома. И вот попутно сразу же подняли вопрос, то есть на стенде вы сейчас не проводите химио-лучевое лечение? Ну, не проводим. Отказались от этого? Да, да. Ну, из-за личной безопасности, может быть, если честно сказать, потому что... Доктора личной безопасности, доктора. Да, да. Потому что, понимаете, нет противопоказаний. Нигде они не прописаны. Ни в зарубежных, нигде нет противопоказаний проведения лучевой терапии, если у пациента наложен стенд. Но есть наш жизненный опыт, который показал, что... Ну, мы ограничиваем на 50 грех, просто больше 50, понятно, что это стенд. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok